Привет, уважаемые зрители! На некоторое время выпал из жизни канала, потому что делал в квартире ремонт своими руками. В том числе объединяли лоджию с комнатой. Мои партнеры с магазина GearBest и администрация прислали мне подарок, в том числе на обзор. Вот такой пирометр, то есть инфракрасный термометр фирмы Benetech GM320. Понадобился он мне для того, чтобы проверить, насколько качественно утеплены стены при объединении лоджии с комнатой. Ну и в том числе прибор можно использовать в совершенно разных сферах жизни. И вот, что указываем на упаковке, где можно применять прибор. Измерять температуру труб, частей автомобиля, двигателей и так далее. Нагревательных поверхностей, приготовки пищи, в том числе каких-то горячих труб, изоляции, электрических соединений, резисторов, всяческих электрических моторов, подшипников при охлаждении вина и напитков, либо наоборот нагреве, чтобы измерить, насколько соответствующая и нужная температура на данный момент. В предохранителе трансформаторы можно измерять воду в бассейнах, в аквариумах, окупать ребенка, да, измерять температуру в ванной, горячих и холодных продуктов, систему обогрева, кондиционирования и так далее. Питается устройство от двух батареек ААА мизинчиковых, да. Основные характеристики. Температура измерения от минус 50 до 380 градусов Цельсия. Погрешность плюс-минус полтора градуса. Разрешение измерения, то есть с какой точностью до 1,1 градуса. Изменение размера в точке измерения 12 к 1, то есть при удалении на 12 сантиметров точку увеличится, например, на 1 сантиметр. Можно и ставить градуси Цельсия, Фаренгейта. Автоматически отключается, когда не используете. Есть также лазерный указатель для того, чтобы точнее целиться, да, на объект измерения температуры. Подсветка экрана и батарейки. Вот сам пистолет. Очень удобно держать. Здесь есть такие, как на рукоятке, да, под пальцы специальные штуки. Лазер сам установлен вот здесь. Лазерное наведение, да, указатель. В центре как раз датчик инфракрасной температуры. Сенсор. Что касается управления, кнопка изменения шкалы Цельсия и Фаренгейт, кнопка включения-отключения подсветки дисплея и кнопка включения-отключения лазерного наведения. Давайте, например, подемонстрируем. Чтобы запустить, нужно немножко коснуться курка спускового, да. Вот нам показывает сейчас туда, куда откнул температура 22,6 градуса. Вот данный индикатор отображает включение или отключение лазерного наведения. При нажатии на курок загорается индикатор SCAN. Когда курок отпускаешь, горит индикатор HOLD, то есть зафиксированная температура. При подсветке экрана, при дневном свете, в принципе, и так все видно, в темноте очень хорошо работает, то есть можно мерить в любом подвале, на тердаке и так далее. Температуру можно измерять совершенно на любой поверхности, не боясь ее повредить как-то, да. То есть можно, говорят, измерять температуру ребенка, но я не знаю, насколько это на поверхности кожи будет соответствовать истине. При наведении загорается экран, и можно измерять температуру ладони, например, 30, 31. Ну, в общем, сейчас он немножко будет расти, до 32 градусов. В комплекте была инструкция. Здесь указаны, расписаны все элементы, какие-то меры подосторожности. Шкала, как изменяется точка с изменением расстояния, да, точка измерения. То есть вот указано, что на расстоянии 30 см диаметр точки будет 4 см. На расстоянии 90 см диаметр точки будет 7,5 см, да. То есть если вам нужно что-то мелкое померить более точно, то приближаете. Если нужна температура стены, например, можете мерить издалека. На расстоянии 1,5 метра диаметр точки 13 см. Ну, вот есть как раз описание экрана, всех элементов экрана и спецификации. Давайте попробуем измерить что-нибудь. Например, температуру кота на поверхности шерсти, да, в виде лазера, 29 градусов. Для кота это устройство оказалось особенно ценным, поскольку в нем есть заветная лазерная точка. И можно управлять котом, направлять его в нужное для вас место. Когда мой кот слышит теперь вот этот звук, он сразу просыпается, бежит смотреть, где там и что происходит без его ведома. Давайте попробуем измерить как раз температуру стен, для чего он мне в первую очередь пригодился, да. Насколько хорошо совершена теплоизоляция в помещении лоджии. Так, дом кирпичный. На данный момент на улице температура порядка минус 10 градусов. Можно измерить температуру батареи. Батареи пока остались старые, некогда было поменять, да. Вот температура батареи на данный момент там порядка 42 градусов. Ковролин 24, стена рядом, вот 23, да. Это стена-перегородка между комнатой и лоджией. Установили новую температуру рамы окна 17 градусов, да, 16, с небольшим. Батареи на лоджии нет, да, установлен теплый пол вот с таким термостатом. Про него я позднее еще тоже сделаю обзор. Термостат на данный момент выключен, то есть теплый пол включаем только там в минус 30, минус 25 требуется. Температура поверхности ламината возле окна внизу, да, где воздух обычно холоднее. Ну, на данный момент где-то 17,5 градусов. Температура стен по углам. Тут два слоя пеноплекса, да, 8 сантиметров в сумме фольга, мегаспан. Вот вы видите, у стены, вот из самого окна, да, самый холодный угол, по сути, сейчас где-то 13 градусов. Даже 12 с небольшим. На улице, напомню, минус 10. В другом углу температура где-то чуть-чуть выше, да, 15-14,5. Но эта стена с обратной стороны граничит с комнатой, то есть это немножко теплее стена. Вот температура самой стены не в углах, 22 градуса. Поэтому сейчас довольно комфортно. Батареи, по сути, не требуется. Здесь у меня будет место под компьютерный стол. Вот такой отсек, да, ширина метр десять. Температура стены 20 градусов. То есть, видите, на данный момент даже без батареи можно находиться в этом помещении. Еще раз покажу, как можно котом управлять. Сегодня немножко ленивый. Вообще он обычно сразу за ней бежит. Проснулся только что парень. Проверим, насколько хорошо работает, например, теплый пол. Вот сейчас в помещении также, да, 22, датчик встроен. Вот сам термостат. Ну, у меня вот рядом с ним температура стены по пирометру 22,6. Температура пола максимум установлена на 30 градусов. Вот температура нагрева помещения стоит 23 градуса, да. Вот этот индикатор как раз показывает, что сейчас подогрев включен. Давайте попробуем. Посмотрим, насколько там под ламинатом лежит инфракрасная пленка нагревательная. Ну, сейчас вот пол до этого был 16 градусов, да. Сейчас вот нагрелся уже до 22. Датчик нагрева пола лежит где-то в этом месте, то есть ближе к окну, да, чтобы охлаждение от окна как раз не влияло на то, чтобы показал температуру пола более высокую, чем она есть на самом деле. Сейчас 20 градусов. Таким образом, вот можно как раз таким пирометром измерять, насколько правильно работает подогрев полов. Чтобы проводить измерения без лазерного наведения, на приборе есть мушка, довольно точно бьет. Сейчас она направлена на пол, да, 21 градус. Если на мушку навести ладонь, 28, да. Окно мы делали сами, и можно посмотреть, насколько там продуваются резинки, да, где-то какой-то холодный угол найти. А если у вас окна от застройщика, то с помощью этого прибора можно выявить, где у вас свещи какие-то, да, где дуют сквозняки, найти холодные углы и восстановить по гарантии уплотнители окна. То есть, в принципе, очень полезный прибор. Применение для этого прибора можно найти во всех сферах нашей повседневной жизни. Для того, чтобы поменять батарейки, здесь открывается отсек. Вот стоят две батарейки. Пользовался довольно много, но батарейки по-прежнему хорошо работают. Садит батарейки не так быстро. Дальнобойность прибора. По сути, он может измерить температуру вот даже с четвертого этажа, да, вот на снег. Так, вот видите, минус 9 градусов. Перешли в ванную. Вот у меня кот сданет как раз водопоем. Везде со мной, как всегда. Температуру светоотражающих поверхностей пишет, что измерять может, конечно, не совсем в соответствии с действительностью, да. Ну да, конечно, неправильно показывает. То есть, можно, например, кусок изоленты наклеить, да, или какой-то малярный скотч, для того, чтобы более точно определить. Потому что вот сейчас это горячий полотенцесушитель. А у меня спирометр показывает 28 градусов, да, то есть, что не совсем соответствует действительности. На самом деле, градусов 55. Я наклеил кусок малярного скотча. И уже на данный момент показывает температуру более близкую, да, к действительности. Около 50 градусов. На самом деле, что-то мне немножко воду не догревают, поэтому я чувствую, что он около 50, наверное, и есть. Надо обратиться в управляющую компанию. Потому что вы переплачиваете за недогретую воду, соответственно, больше расход ГВС, и даже, говорят, какие-то бактерии могут размножаться в трубе при температуре ниже 55. Вот, видите, поэтому полезное устройство, которое поможет вам доказать, что вы правы в данной ситуации. У меня балкон, которого ремонт еще не касался, холодный. Да, вот, на нем температура полки, ну, даже 6, 6 градусов, потому что солнечно, и балкон нагрелся от солнца. Можно, например, измерить температуру в морозилке, да, чтобы посмотреть, насколько минус показывает. Минус 14,3 на поверхности пола. Да, вообще устанавливаем на минус 15. Кстати, надо немножко понизить, на 16. Кур можно использовать для измерения температуры лампочек, да, при замене, чтобы не обжечься. А сейчас у этой лампы, я только что ее включил, видите, температура порядка 43 градусов. Но она всего 40-ваттная, поэтому она сильно не греется. Но можно смело брать рукой и не обожжетесь, да, при замене. Вино, приведенное из Франции, здесь вот вы видите, что, как у любого вина, указана температура, при которой рекомендовано его подавать к столу. И поэтому с помощью вот этого пирометра, сейчас он не охлажденный, конечно, 22 градуса, можно измерить температуру охлажденной бутылки, чтобы почувствовать аромат таким, какой он был запланирован. Завелись второй кошкой, подругу отдали для нашего кота, которая оказалась не совсем нужна бывшим хозяевам. Ее также интересует лазер. Но, поскольку она только что проснулась, ей это сейчас не так интересно. Вот поэтому рекомендую, если вы любопытствуете, любите мерить температуру, да, и вам где-то может пригодиться такой прибор, мне прислали именно это, потому что сказали, что хороший и качественный прибор, и сделай, говорит, пожалуйста, обзор. Поэтому, если вам нужен будет пирометр, теперь вы знаете, где его брать. Ссылки остаются под видео, по традиции. Спасибо за просмотр. Хорошего и теплого дня. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok